Приближается летний период и все больше родителей задумывается о том, как организовать отдых своим детям. Традиционно большой популярностью пользуются летние оздоровительные лагеря. Готовность региона к проведению летней кампании рассмотрело правительство Тверской области. Глава региона поставил задачу обеспечить антитеррористическую и пожарную безопасность в лагерях, укрепить материально-техническую базу учреждений. Об этом рассказывает наш корреспондент. В текущем году в Тверской области планируется работа более 600 лагерей, 500 с дневным пребыванием, свыше 80 труда и отдыха, более 20 стационарных лагерей, а также палаточных в Кашинском городском округе, Конаковском и Торжевском районах. В 30 муниципалитетах предполагается организация многодневных походов. Этому способствовало снятие большинства антиковидных ограничений. Именно такого рода организованный отдых, он несет в себе не только событийную составляющую, но и очень сильную воспитательную, развивающую, социализирующую составляющую, компоненту в развитии ребенка. Особое внимание будет уделено детям из семей в непростой жизненной ситуации, сиротам и оставшимся без попечения родителей, а также детям с особенностями здоровья. Также в Верхневолже предоставят возможность организационного отдыха для детей, прибывших в регион из Донецкой и Луганской народных республик. Все это, конечно же, при условии полной готовности самих загородных лагерей. Особое внимание это на сроки подготовки материально-технической базы, это ремонты, окна, крыши всех зданий и строений. Второе, это вопрос безопасности. Третье, это вопрос питания ребятишек и, соответственно, подготовки управленческого состава, который там должен работать. Напомним, что к работе в этом году привлекут более 3900 педагогов, свыше тысячи медработников, а также 540 вожатых из числа студентов Тверского госуниверситета и педагогических колледжей. Отдельное направление – организация содержательных мероприятий, проведение с детьми и подростками работы по патриотическому воспитанию. Это встреча с интересными людьми, это встреча с нашими спортсменами, встреча с предпринимателями, чтобы дети уже понимали, выбирали себе направление развития как личности. Ну и, конечно, дать им возможность уже более осмысленно делать выбор по жизни. Среди новшеств этого года – программа «Территория детства» для детей из лагерей дневного пребывания. Так для школьников 6-11 лет пройдут мероприятия по изучению истории родного края и страны, по влечению в волонтерство. Будет внедрён новый формат утренних зарядок, организована работа на пришкольных опытных участках. Ещё одним важным нововведением станет традиция поднятия государственного флага под гимн Российской Федерации.